Приветствую, друзья! Буквально сразу после анонса AK4493S компания SMSL презентовала свой новый ЦАП D6, базирующийся аж на двух таких конвертерах. Тогда все уже немного подустали от обилия решений на ESS, поэтому что-то на Асахи Кассей стало как глоток свежего воздуха. Кроме того, аппарат снабдили чипом XMOS второго поколения за Bluetooth в ответе Qualcomm QCC5125 с поддержкой PTXHD и LDAC кодеков, что суммарно дает какие-то просто фантастические параметры сигнала. Очень любопытно, я бы даже сказал скандально известное устройство, о нем сегодня и говорим. Поехали! Пришел девайс в уже привычной нам картонной коробке со схематично изображенным героем обзора и логотипом пройденной Hi-Res аудио сертификации. В комплект нам положили небольшую инструкцию, гарантийный талон, пульт дистанционного управления, вот такой USB кабель и, конечно же, компактный шнур питания. Сам блок производитель, как обычно, встроил непосредственно в корпус устройства. Удивительно, но пульт для всех ЦАПа в SMSL идет ровно один и тот же, да и функционал с него практически полностью совпадает. Та же кнопка питания, переключение входов, временное отключение звукомут, качели регулировки громкости и тонкая настройка посредством системного меню. Корпус ЦАПа полностью выполнен из металла, сверху у него красуется логотип пройденной Hi-Res аудио сертификации, снизу он надежно фиксируется на четырех резиновых ножках. По входам имеем Bluetooth с APTX HDL кодеками, коаксиал оптику и USB порт на Type-C. А из выхода в набор из пары RCA и пары балансных TRS разъемов, переключение между которыми, увы, не предусмотрено, сигнал сразу идет в оба направления. Ну а на фронтальной части устройства находится дисплей и многофункциональный регулятор, вращение которого происходит с уже знакомыми нам механическими щелчками. Обычное вращение, как и положено, изменяет уровень громкости, а короткое нажатие перебрасывает нас в системное меню. Где можно выбрать активный вход, один из трех режимов предусилителя, тональный окрас, уровень яркости дисплея и один из шести цифровых фильтров. Из новенького здесь появились параметры предусилителя, но с ними все просто. Фиксированная громкость, регулируемая и сквозной режим для DSD. Куда интереснее мне показалась возможность выбора тональной окраски. Разница на слух реально чувствуется. Первый режим самый строгий, остальные три помягче. Мне больше всего понравился второй. На главном же экране, ровно как и у других рассмотренных нами ЦАПов SMSL, отображается уровень громкости или текущая частота дискретизации. Из начинки известен USB-чип от X-Monster, второго поколения Qualcomm QCC 5125 и два фирменных конвертера Asahi Kaseya AK4493 нового поколения, те что с литерой S. Подключаете к ЦАПу имеющийся у вас источник, в моем случае это USB, ну а выход может сразу идти на активные мониторы или же через внешний усилитель, на пассивную акустику или наушники. Еще раз подчеркнул, что если у ЦАПа нет собственного выхода на наушники, то для их использования обязательно нужен соответствующий усилитель. В частности, с SMSL D6 я использовал усилители для наушников Topping L32 и ламповый Ampapo A1. Включается D6 автоматически, с меню или в пульте выбираете активный вход, регулируете громкость и все, можно слушать любимую музыку. Под Windows 10 аппарат определяется автоматически готовый к работе посредством WASAPI. Для поддержки же старых версий системы и ASIO интерфейса придется установить соответствующие драйверы. Я лично их всегда оставлю, однако в настройках не рекомендую ничего менять. По форматам нам доступен PCM до 32 бит 768 кГц и DSD до DSD512. Аппаратное декодирование MQA данный девайс не поддерживает. Со смартфонами ЦАП тоже успешно работает, в том числе и через специализированный BitPerfect режим. Ну и очередной раз подчеркну наличие здесь довольно серьезного Bluetooth модуля, позволяющего отправлять на ЦАП музыку прямо с вашего смартфона. Кодеки пока еще конечно все с потерями, но как для фона вполне себе вариант. Измерение я снимал 24 бита 96 кГц на АЦП Evanda Cosmos с балансного и обычного выхода в устройство. В результате имеем все графы в положении отлично, за исключением АЧХ, но и там вполне допустимые отклонения на 0,3 дБ на 20 кГц. В остальном же с балансного выхода шумовая полка составляет минус 155 дБ, прекрасный динамический диапазон. Интермодуляционные искажения на уровне минус 130 дБ, а гармонические на минус 125 дБ с процентным соотношением 0,08%. Настройки тона, кстати, никакого влияния на полученные измерения не оказали, даже АЧХ получилась один в один. На небалансном выходе присутствует небольшой высокочастотный всплеск до минус 137 дБ. Интермодуляционные искажения составляют минус 124 дБ, а гармонические минус 118 дБ с процентным соотношением 0,24%. То есть все вполне ожидаемо. Удивило только разделение каналов, которое в каждом из двух случаев было ну просто феноменальным. Суммарно прекрасные результаты, технический ЦАП превосходен. Звучит же D6 строго нейтрально, с отличной прорисовкой деталей, динамикой, четкостью, но без свойственного живым инструментам объема и глубины. То есть вышло довольно-таки бюджетно. Думаю, именно по этой причине ЦАП и получил такое количество негативных отзывов в сети. Но, как это всегда и бывает, народ просто не стал разбираться. Довольно серьезную мелодическую составляющую здесь можно поднять тем самым тембральным окрасом из меню. Первый режим реально какой-то слишком черствый на слух, третий, четвертый наоборот немного вялый, а вот второй в самый раз. Становится действительно лучше. Причем в прямом сравнении с новеньким Topping E32 герой обзора мне понравился даже больше. Сложилось впечатление, что Topping использует тот самый четвертый или же пятый вариант окраса тона. Звук не такой собранный, как в случае D6, но по характеру они очень похожи. Впрочем, не стоит заблуждаться. С точки зрения уровня это все тот же относительно бюджетный звук. Для того же, чтобы получить из D6 конфетку, ему просто жизненно необходим какой-нибудь ламповый предусилитель. Без него все хотя и очень технично, но как-то пресно. До уровня Deo 100 и уж тем более Deo 200 аппарат сильно не дотягивает. Для использования наушников я сначала подключил к нему чисто транзисторный усилитель Topping L32 и, честно говоря, было ровно на свои деньги. Да, у баса есть хлесткость и прекрасная прорисовка текстур, серединка четкая, слегка теплая, с просто мешком всяких мелких нюансов, а верха чистый и довольно-таки продолжительный. Возможно, конечно, и у такого звука есть свои поклонники, однако я решил попробовать его через поистине волшебный девайс Ampapo A1 на двух американских лампах. Вот здесь, друзья, и произошла магия. У звука появился объем, глубина, характер, насыщенность. То есть то, чего мне ну просто тотально не хватало из коробки. Если же наушники вас особо не интересуют, то тот же Ampapo A1 можно задействовать в качестве предусилителя либо выбрать что-то еще, скажем, от компании X-DOO. Главное, чтобы были лампы. С ними данный ЦАП ну просто терпедируется на уровень выше и это уже не вариант нормальный для своей цены, а то, что реально качает и где можно словить тот самый вау-эффект. Ну и всегда есть альтернативный вариант добрать той самой аналоговой теплоты и насыщенности посредством самих наушников или акустики. Так тоже можно, если у вас они очень уж музыкальные. К старым советским колонкам, например, ничего дополнительно утеплять не надо. Наоборот, за счет подачи ЦАПа звук акустики получит лучшую прорисовку и артикуляцию. По стилистике, как есть, ЦАП прекрасно отыграет вам все тяжелое и агрессивное, да так что ценители этих жанров будут визжать от восторга. Сверхтехничность, четкость и тембральная прозрачность, что, как говорится, еще нужно. В случае же академической музыки или джаза, я бы все-таки рекомендовал использовать лампу. Без нее лично мне не хватило естественности, рельефа и глубины инструментов. Кому как, конечно, но для меня все было вот именно так. А с лампой я буквально заслушивался музыкой. Все еще не уровень DO200, но с DO100 такая связка вполне могла бы поспорить. Подводя итоги, стационарный ЦАП SMSL D6 неплохо выглядит, имеет просто сверхкомпактные габариты, продвинутое меню настроек с тем самым очень полезным режимом тональной окраски, кучу разнообразных входов, обычные балансные выходы, пульт управления и, конечно, возможность передавать на ЦАП сигнал непосредственно по Bluetooth. А уровни измерений и просто фантастических на сегодня параметрах можно даже не упоминать. У SMSL они всегда буквально зашкаливают. По подаче из коробки ЦАП звучит несколько холодно и отстраненно, но это легко исправить, переключив режим тона в положение SC2 или выше. Так у звука проявляется легкое аналоговое смягчение и тембральная теплота. В остальном же это сверхтехничный, супер детальный и четкий звук. Ценителям всякого агрессивного он должен очень понравиться. Ну а тем, кто любит что-то живое и мелодичное, я предлагаю использовать его с каким-нибудь ламповым предусилителем. У меня под рукой оказался Ampap A1 и это было просто восхитительно. Все еще не убийца топов, однако гораздо выше своего изначального уровня. Я оценил. Тем, кто любит высокую скорость и максимальный уровень прорисовки, однозначно рекомендую. В своем сегменте аппарат безусловно прекрасен. А на этом у меня все. Это был стационарный ЦАП SMSL-D6. Всем добра, подписывайтесь и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok